Здравствуйте, друзья! Это новый Mercedes E53 AMG. И отныне он гибридный, а еще у него новый бензиновый мотор, который скорее всего мы увидим и в новом E63 AMG. Но это не точно, ведь именно он является главным интригантом. Но давайте обо всем по порядку. Традиционно модели AMG можно узнать по множеству специальных элементов дизайна. Новый E53 AMG не стал исключением. У него такая же фирменная AMG-шная решетка радиатора с вертикальными планками с нынче модной подсветкой. Новинка стала обладателем более широких передних крыльев. В результате плюс 11 мм с каждой стороны в сравнении с обычным Mercedes E-класс. Такая мера – это необходимость, чтобы было место для более широкой колеи на передней оси. Мощные воздухозаборники в переднем бампере функциональны, как и передняя губа, и выполняют полезную работу. Это же можно сказать и про большой центральный нижний впускной патрубок. Его задача – направлять больше воздуха к дополнительному фронтальному охладителю. Охлаждать там есть что. Вид сбоку характеризуется плавными линиями, без резких элементов. В этот дизайнерский язык прекрасно вписываются скрытые дверные ручки. Характерные для AMG модели черные декоративные боковые панели визуально соединяют две колесные арки, добавляя автомобилю стремительности. А легкосплавные диски, расположенные почти вровень с кузовом, подчеркивают мощь и динамичность. Плоские горизонтальные светодиодные задние фонари перекочевали сюда из обычного E-класса, как и передняя оптика. Так что здесь нет никаких откровений. Последний штрих в образе новинки – это небольшой спойлер на крышке багажника и новый задний бампер с диффузором и четырехствольная выпускная система. Именно они завершают этот праздник агрессии. Чуть не забыл про колеса. В стандартную комплектацию нового E53 входят 19-дюймовые легкосплавные диски. Колеса диаметром в 20 дюймов и кованые диски диаметром в 21 дюйм тоже доступны, но в качестве опции. Дизайн интерьера тоже претерпел кое-какие изменения. В стандартную комплектацию входит отделка с подсветкой и вставками из серого ясеня с открытыми порами. Логотип AMG тоже не забыли приклеить везде, где только можно. А вот трехэкранную мультимедийную систему Super Screen с монитором для пассажиров в базовую комплектацию не завезли, и доступна она только в качестве опции. Мультимедийная система для AMG-моделей отличается эксклюзивным меню AMG Performance, и здесь оно тоже есть. А так как это гибрид, на экран также выводится информация о состоянии заряда, температуре высоковольтной батареи и остаточном запасе хода. Спортивное сидение AMG с электрорегулировкой входит в стандартную комплектацию, хоть за это спасибо. Правда, в базе придется довольствоваться искусственной кожей Артика и микрофиброй микрокат с красной контрастной прострочкой и уникальным рисунком сидений AMG. Также в базовую комплектацию входит и рулевое колесо AMG Performance, один из немногих элементов салона, который в базе обшит кожей NAPA. Руль красивый и функциональный, что-что о руле Mercedes умеет делать. А теперь поговорим про техническую сторону новинки. Для нового E53 команда AMG перенастроила стальную подвеску AMG Ride Control с адаптивным регулируемым демпфированием, откалиброванным специально под требования гибридного E53. Спереди используется независимая подвеска с увеличенной шириной колеи. На задней оси используются более жесткие опоры, которые соединяют независимые рычаги подвески с опорой моста, обеспечивая лучшую устойчивость при движении. Стальная подвеска комплектуется спортивными амортизаторами и адаптивным двухклапанным регулируемым демпфированием, сочетающим в себе высокую динамику движения и при этом способным обеспечить хороший уровень комфорта при езде. Добавьте сюда еще фирменный полный привод с электромеханическим управлением и полноуправляемое шасси с поворотом задних колес на 2,5 градуса и получите на выходе настоящий комбайн. За вашу безопасность отвечает новая высокопроизводительная спортивная тормозная система с дисками размером 370 на 36 миллиметров на передней оси, с фиксированным четырехпоршневым суппортом. На задней оси установлены диски 360 на 26 миллиметров с однопоршневым плавающим суппортом. Все это приправлено электромеханическим усилителем тормоза. Таким образом, тормозная система эффективно сочетает электрическую рекуперацию с гидравлическим тормозом. В зависимости от дорожной ситуации и требований к торможению, вакуумно-независимая тормозная система автоматически управляет гибким переключением между гидравлическим торможением и электрической рекуперацией. Это означает, что максимальная производительность рекуперации может быть достигнута чаще и в течение более длительного периода времени. Как-то так. Про режимы вождения не буду вам рассказывать, это скучно и неинтересно. Давайте сразу перейдем к силовой установке. В новом E53 используется гибридная силовая установка, представляющая из себя комбинацию трехлитрового рядного шестицилиндрового двигателя и электромотора с постоянным возбуждением. Бензиновый мотор с турбонаддувом развивает мощность 449 лошадиных сил. В сравнении с предыдущим поколением он на 14 лошадиных сил мощнее. Это стало возможным благодаря новому турбонагнетателю с двойной спиралью и более высоким давлением наддува – полтора бара вместо прежних 1,1 бара. Обновление также включает в себя новое программное обеспечение – дополнительный передний охладитель. В результате вы получаете отдачу в 585 сил и 750 ньютон-метров момента. И с такой мощью седан разменивает первую сотню за 4 секунды ровно. Но если активировать режим Ray Start, кратковременно вам становятся доступны все 163 лошадиных силы и 480 ньютон-метров электромотора. И на выходе вы получаете с учетом потерь 612 сил и максимальный крутящий момент системы в 750 ньютон-метров. При этом разгон от 0 до 100 сокращается, и занимает всего 3,8 секунды. Правда, есть одна проблема. Данная система Ray Start недоступна в базе и является частью опционального пакета AMG Dynamic Plus. Вот так нужно делать продажи. Максимальная скорость ограничена электроникой до 280 км в час. Это если вы заказали этот же пакет AMG Dynamic Plus. А если нет, придется довольствоваться скоростью в 250 км в час. Так как это гибрид, он умеет ездить на одной электротяге. Правда, в этом случае скорость будет ограничена на уровне в 140 км в час. Сам электромотор интегрирован в фирменную 9-ступенчатую коробку передач для экономии места. Высокая удельная мощность гибридного силового агрегата достигается за счет синхронной технологии с постоянным возбуждением внутреннего ротора. Максимальный крутящий момент электромотора составляет 480 ньютон-метров с первого оборота, что обеспечивает высокую маневренность даже при трогании с места. Тяговая батарея с архитектурой в 400 вольт имеет емкость бруто в 28,6 кВт-час и установлена сзади под полом багажника. В компании обещают, что на одном заряде вы сможете проехать до 100 км пути. На борту новинки имеется зарядное устройство мощностью в 11 кВт для зарядки переменным током. Отдельно можно докупить быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью в 60 кВт. Это позволяет заряжать аккумулятор с 10 до 80% примерно за 20 минут. У универсала точно такие же показатели мощности, как и у седана, только он медленнее на 0,1 секунды в разгоне. Цены на новинку пока не объявлены, ну а Мерседес обещает их раскрыть в ближайшее время. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что вам было интересно, а чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал и не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok